друзья я вас приветствую сегодня буду говорить про не был фреймворк про его шестую версию шестая версия потому что она теперь на dotnet на dotnet 6 соответственно надолго в общем то буду говорить про то что изменилось удалилась добавилась в этот фреймворк какие изменения рекомендации от вас пришли как они реализованы ну и давайте переключимся на следующий слайд и поговорим про то что это такое с чем его едят и как его использовать и так если кратенько то не был фреймворк это набор из двух шаблонов в одном из них есть сервис авторизация в другом нету то есть теоретически если говорить кратко то целью этого него фреймворка была такая чтобы максимально быстро создавать микросервисную архитектуру принцип из первого шаблона вы создаете один микросервис которым есть identity сервер и собственно оаос 2-ной спецификация реализация то есть авторизация аутентификации и несколько сервисов из шаблона номер два то вы получите микросервисную архитектуру которая будет защищена системой аутентификации авторизация на базе оаос 2.0 ну который реализована соответственно на базе identity сервер именно с этой целью создавался не был фреймворк и давайте теперь немножко поподробнее о том собственно говоря что в нем еще и так это два шаблона для создания не только микросервисной архитектуры но и любого бкн да надо понимать что можно использовать и с авторизации без авторизации для вашей допустим какой-нибудь системы также каждый из шаблона создает из трех проектов которые максимально приближены к структуре для решения clean architecture то есть есть там модели есть там домайн есть инфраструкция в общем чтобы разделить вот это вот взаимодействие между самими сборками использовать их других собственно говоря решениях они разделены и вот состоит один шаблон из трех проектов дальше надо сказать что новая парадигма которая появилась совершенно даже недавно озвучена первый раз джимми богатом называется vertical slice architecture когда каждая фича лежит своей папке вот в эту сторону сейчас делал ну ход в новой версии шаблонов и я покажу что это такое с чему едят ну чуть попозже шаблон призван быстро создавать проекты ну например для тестирования есть такое понятие r&d то есть research and development это некоторые люди которые сидят на больших конторах им нужно быстро создавать проекты чтобы проверить ту или иную штуку ту или иную фичу работает или нет а каждый раз настраивать проекты но на самом деле достаточно сложно и муторно и иногда ну не доходят до этого руки вот не был фрамворк позволяет это сделать достаточно быстро также не был фрамворк включает примеры кода которые в общем то уже являются в рабочем состоянии ну и некоторую документацию ну конечно в разумных пределах если говорить конкретно что есть в этих собственно говоря шаблонах в каждом из них есть swagger это в общем то вы знаете что такое это open api также есть identity server ну в общем то в одном из шаблонов точно есть это сервис авторизация аутентификации на базе которого построена взаимодействие между микросервисами также есть entity framework core но он подключен как in memory да то есть он к реальной базе данных не подключен чтобы можно было создать шаблон и запустить а если вы хотите использовать его на базе postgres или например msql или там mysql вы просто доставляете нужный вам провайдер делаете настройку то есть указываете какой базе данных подключиться делаете миграцию обязательно применяйте и у вас уже рабочее приложение в общем тоже это есть где-то видео которое показывает как это работает также подключенный фреймворк называемый fluent validation который может абстрагироваться системы валидации которые встроены в sp.net core и можно базовую валидацию сделать своем собственном приложении выложить его в сборке в отдельные то есть без привязки конкретной платформы также существует автомапер меня часто спрашивают почему автомапер он же медленный ну потому что так повелось теоретически он меня устраивает и по производительности нет в том числе более того я его использую только в таких сложных манипуляциях с сущностями а в более простых делаю простой projection на viewmodel это тоже как бы работает также встроен медиатор вы знаете что это такое это такой штука которая придумала опять же джимми бугард очень удобный и полезный на мой взгляд дальше есть еще как ни странно логирование в серилок который позволяет подключить в общем-то разные симки так называемые модули до которые могут логировать начиная от консольного приложения файла и заканчивая в кибану ну и так далее да то есть разные провайдеры там их множество бесконечно ну и как вы понимаете есть еще другие всякие вкусности и полезности в частности речь идет по примерах кода в реализации конкретные классы есть хелперы ну мне кажется на самом деле удобная штука дальше в старой версии фреймворка были базовые сборки которые назывались colobongo network controller colobongo sp.net core controller они были реализованы по разному принципу они из проекта на данный момент удалены но они и nugget пакета остались они в доступе вы можете себе установить и также использовать их но единственное что вам придется пересмотреть предыдущее видео в котором показаны из чего эти сборки состоят как они работают ссылка в описании сборки удалены не просто так а для того чтобы минимизировать зависимость вообще и количество сбора которые нужно установить потому что фреймворк достаточно сложно поддерживать в актуальном состоянии и для того чтобы это было быстрее проще сделать именно поэтому мне пришлось их удалить ну и в общем то я получил некоторые знаки укора да там то есть негодование что можно было втыкнуть нет воткнуть это все можно было в реальный проект и не делать отдельные сборки и да ребята оказались правы спасибо большое за ваши советы поехали дальше ну и надо понимать что новая версия не был фреймворк так называем широко известного в узких кругах фреймворка для создания микросервисов она теперь переехала на dotnet 6 и соответственно есть новые фичи которые были в isp.net core но перед этим я не буду показывать как это устанавливается я сделал специально в своем влоге страничку которая называется установка не был фреймворк правда она сделала было для 5 версии теперь работает и для 6 и эта страничка будет обновляться и дополняться в общем то ссылка в описании я думаю что не нужно зашивать видео то что может меняться также не был фреймворк может быть установлен как расширение для в общем-то visual studio и это тоже делается легко и просто хотя существует вероятность установить его и для в общем-то райдера и даже просто для голова дотнета чтобы он как из шаблона создавался дальше есть сервис а есть этот репозиторий в гитхабе он открыт пожалуйста смотрите там есть и старые версии и новые версии из чего они состоят есть даже builder по моему где-то тоже выложил все открыто все в доступе единственное что документация немножко устарела но я максимально максимально поддерживаю в актуальном состоянии хотя это на самом деле очень не часто удается ну и ладно так что нового шаблонов ну во первых шаблона как я уже сказал переведены на версию дотнета 6 и теперь они работают на 6 версии немножко изменилась структура в пользу vertical slice architecture то есть каждая фича лежит теперь своей фолдер то есть свои папки это мне кажется очень удобным настоятельно рекомендую использовать этот подход и теперь появилось две версии шаблона full api и minimal api я покажу чуть чуть попозже что это такое я думаю что вам будет интересно во первых минимал api появился в dotnet 6 и это сильный шаг вперед по поводу упрощения разработки именно с этой версии то есть вышла возможность сделать шаблоны более простыми и я покажу как это будет работать но чуть позже ну хотя чё позже то давайте прямо сейчас и и покажу и так не был фреймворк нет 6 full api это обновленная версия которая пришла с нет пятой а также появилась новая нет 6 minimal api которая вообще сделана нами на новой фичи которая появилась над 6 так называем минимум api давайте переключимся visual studio и в общем то я прям создам шаблоны и покажу что в нигде и с чем и куда вот так вот и так для начала я хотел бы зайти в репозиторий показать вам где чего изменилось тут все очень просто появилась новая папка которая асп.net core в этой папке соответственно ну то есть шестой версии в ней соответственно теперь лежит full api и minimal api minimal api появился в dotnet 6 и в общем почитайте про это фич очень на самом деле интересно full api давайте создадим проект на базе этого full api который в общем то новая версия предыдущего фреймворка то есть новая версия фреймворка на базе dotnet 6 теперь она в общем то на базе 6 версии кажись так сказал неважно итак у меня установлены собственно говоря все шаблоны они сейчас пока выглядят не очень козисто дали неказисто то есть новая версия и 5 темплейт старая версия просто темплейт ну и соответственно добавляется identity сервера нет с description ами что-то не получилось не обращайте внимание все будет потом красиво у меня установлено все четыре давайте я создам старый шаблон то есть проекты старого шаблона на новой версии то есть dotnet 6 full api да пусть он так и называется давайте сюда добавим какой ну давайте здесь identity сервер вот так вот и full ну что он полный фреймворк сейчас он создаст visual studio проект тремя верней solution с тремя проектами в котором как обычно будут те же самые что и раньше описание можете посмотреть предыдущем видео я хочу остановиться на принципиальных отличиях в общем то показать то что изменилось так давайте картинку которая гид репозиторий закроем чтобы она не мешалась ох visual studio как подсветилась красиво так visual studio закачивает как вы видите необходимые сборки и зависимости сейчас она их загрузит и приступим ну и так уже здесь собственно говоря видно что три проекта один содержит сущности и другое содержит данные то есть а из пойдут нет ой как он называется db контекст и все такое ну и это все так как было так и осталось кроме того что это все теперь работает на шестой версии фреймворка изменилась еще вот какая штука так называемые фичи что собственно играть здесь ключи момента во первых я избавился от тех сборок как я сказал которые были построены на старых можно сказать ну они тоже свое отработали сейчас работает по-другому да то есть эти принципы они как бы никуда не делись но они могут работать но есть более современные например вертикал слайс архитекция нам не очень понравилось и она в общем-то дает достаточно большие плюсы но и как вы понимаете раз у нас каждой папке есть своя фича тут все сводится к тому что давайте вот так вот я сделаю вот и расскажу итак у нас появилась папка фича в которой собственно игра лежат наши все фичи то есть есть некоторые изменения структурные которые появились здесь в общем-то и здесь но они минимальны то есть из-за удаления двух сборок пришлось там немножко за рефакторить суть сводится к тому что вот эти фичи теперь у нас лежат в конкретных каждой папке то есть если допустим будет на самый простой вариант у нас есть аккаунт в котором есть какой-то сервис который шарится между двум тремя методами давайте create user сюда в inject сваливается медиатор есть get profile метод отдельный я сейчас расскажу структуру и есть отдельная фича которая называется get rolls ну и собственно говоря есть какой-то там view model если говорить допустим про фичу которая называется create то тут все очень просто у меня здесь есть один контроллер как бы это глупо не звучало один контроллер в котором сваливается медиатор в конструктор и вот этот метод дергает как раз через медиатор то есть вот один контроллер есть нем один метод который называется аккаунт у меня здесь же есть реквест который собственно говоря является сейчас на данный момент пока в сборке а используют над кор контроллер бейс как вы видите это единственное что осталось а вторую юниту work которая контроль я удалил она в общем-то здесь теперь не нужно и здесь у меня к этому реквесту есть собственно говоря валидатор то есть у меня валидатор настроен на реквест я не могу то есть абстрагировался от системы валидации который струнного sp.net core и к этому реквесту есть собственно грех эндлер который ну в общем то дергает сервис и регистрирует пользователя для работы этого сервиса мне нужен user view model ну и как вы видите все находится в одном файле и маппинг то есть я получаю пользователя могу замапить его на профиль и здесь это все опять же вот это маппинги настроены и здесь они сконфигурированы и они в общем много говорить не буду да все в одном файле теоретически можно создать папку который называется create user сделать все в один файл но тогда будет не так удобно искать надо сказать что вот эта штука себя оправдала для того чтобы удалить эту фичу ну давайте запущу наверное чтобы было видно для того чтобы удалить эту фичу нужно просто удалить грубо говоря папку аккаунт и все и у меня ну собственно говоря также можно скопировать из другого проекта это как бы все появится в новом проекте заработать как бы из коробки ну да конечно безусловно есть некоторые исключения здесь некоторые зависимости некоторые связи от них никуда не деться но тем не менее я теперь точно знаю что у меня в аккаунте есть все для того чтобы управлять аккаунтом более того если делать более глубокую детализацию то можно даже конкретную фичу поделить ну то есть например create user в отдельную папку и раскидать все по конкретным файлам чтобы было намного удобнее но опять же оперировать можно папками я думаю что это будет очень удобно и так вот у меня аккаунт у меня вот есть create user и в общем то она на самом деле я не хотел показать я хотел показать что она как бы работала так и работает но у меня появилась возможность еще объединять вот эти фичи в так называемые ну то есть контроллер да то есть я сделал таким образом чтобы можно было ну то есть это не название контроллера если вы хоть и не могли если вы еще не заметили это не название контроль потому что контроллер называется create user а вот фича группный называется аккаунт и такой фича группным как вы понимаете их у меня три давайте вот не туда переключил сейчас переключу покажу вот то есть 123 и они могут быть в разных папках соответственно контроллеры то есть эти методы группируются таким образом что они доступны вот в одном в одной закладке ну и таким же образом формируется локс давайте покажу еще локс то есть вот здесь все методы каждый из к файлов содержит всю до достаточную информацию для управления этим методом это контроллер это хендлер в данном случае хендер с оперейшен резалтом это какой-то view model это какой-то маппинг в конце концов то есть все есть в одном месте и вот просто взять вот эту штуку удалить и у меня просто ну давайте для примера давайте остановим проект сейчас у меня есть фича удалить пользователя да я же не давайте я просто удалю этот файл у меня ничего не сломалась я теперь просто заново запускаю проект мне все зависимости к одному файлю одна фича для удаления пользователя она просто удалилась и теперь у меня на юа и не будет этой возможности выполнить его сейчас он запустится вот теперь открываем что там я логов удалил вот логов у меня просто теперь фич по удалению нет ну и соответственно если я верну она появится мне кажется это очень удобно таким образом можно формировать функционал и соответственно доступом управлять и групповым доступом мне кажется вот это vertical slice architecture она на самом деле нет места быть теперь что касается этого фреймворка я думаю в будущем прекратить его поддержку я хочу слышать ваши комментарии нужна ли она или нет потому что поддерживать много фреймворков много шаблонов много типов шаблонов достаточно накладно по времени не всегда она есть а сейчас я вам покажу новую версию то есть minimal API но перед тем как начать давайте я закрою все файлы и покажу вот что помните что у нас был стартап файл в котором я раскидал по классам конкретной реализации ну как конкретной регистрации конкретных фич я много раз про это говорил если интересно посмотрите предыдущее видео но мне кажется что когда вот допустим корс я нажимаю в 12 когда мы заходим в корс тут а все что касается корса политики все тут подключение в одном месте достаточно удобная штука и с этим трудно по моему не согласиться также что вот касается свагера свагер он останавливается настраивается вот теги подключается на основании этого атрибута пожалуйста используйте очень удобная штука все подключения ну то есть опять же вот эта фича она сделана как бы то есть я изначально пытался делить таким образом вот эти фичи чтобы ими было легко управлять если копировать между сервисами там единственное что мне нужно было сделать взять конкретный файл ну например что там вот свагер вот этот свагер взять из одного сервиса перекинуть в другой и он как бы заработал из коробки и в общем то ничего больше делать не нужно это что касается предыдущей реализации то есть full api ну я пока его так буду называть здесь вот так вот еще раз повторюсь что сборки у которые будут которые используются для в конкретных фичах ну например вот этот вот сборка да то есть она использует колобон гайс пойдут над core контроллер с они будут дальнейшем удалены тоже вместе с юнита вор контроллер здесь будут стандартный медиатор то есть без каких-либо дополнительных сборок будет проще поддерживать теперь давайте переключимся то есть создадим другой проект с другого шаблона я не буду показывать оба они один ты идентичны я просто создан из минимал и 5 вот такой проект так домотаем до самого низа и он теперь называется и 5 темплей ну здесь давайте здесь делаем также индейки как он идентичный сервис что у нас там минимал минимал не значит что там что-то урезано минимал это значит конфигурировать минима загружаемся так он тоже создается здесь также три проекта сейчас загрузится visual studio ну вот теперь давайте посмотрим что здесь есть так вот я сейчас вижу что шаблон не до конца сработал главным проектом стоит думаем нет должен быть главным проектом web я прошу прощения я постараюсь это максимально быстро исправить но пока вручную поставлю его ведущим проектом и собственно игра что инфраструкция дома им это то что раньше было моделс здесь есть собственно говоря какие-то сущности базовые какие-то в том числе для минимизации этих зависимостей и для того чтобы более открытым был код можете смотреть есть инфраструкция в которой собственно говоря аппликейшн даба контекст другие какие-то сервисы и какие-то дополнительные штуки сиденька все такое ну и если говорить про конкретные изменения вот в 6 версии минимал то здесь есть такая штука которая по большому счету и есть минимал и пи айда который рекламирует в общем-то в .NET 6 что это такое это без namespace of или их скоп использования это есть builder который строит приложение в данном случае вот этот вот и builders приложения иран все в общем то вот вся минимальная конфигурация то есть вот это вот достаточно чтобы запустить весь проект и все остальное ну в частности допустим вот это вот это уже подключенный серилок это его собственно обработка на ошибки ну и как я уже сказал вот это вот все для того нужно чтобы система запустилась и вот это вот минимальная конфигурация я пошел немножко дальше и я сделал такую штуку как дефинишн и и эндпоинты как это все работает но на самом деле тоже мне кажется очень просто но во-первых в аппликейшн на уровне вэбл у нас тоже есть некоторые экстеншены и сервисы более низкого уровня который привязан непосредственно к API на базе .NET Core и есть эндпоинты да как формируются вот эти вот самые эндпоинты надо обратить внимание ваше на то что давайте вот так вот сделаю вот здесь вот есть от эндпоинт 100 микросервисы и это микросервисы с definitions они добавляются соответственно в сервисы и есть подобная штука которая реализуется в апп то есть регистрируется в апп это тоже эндпоинт с микросервис и и кто-то микросервис definition так вот если говорить про то что такое definition и эндпоинты но на самом деле очень просто да есть у меня эндпоинт давайте на примере конкретного ну например event item от event item я переименовал раньше назывался log но он совпадал с некоторыми другими собственно говоря ну вот в частности серилогом и по мне некоторые там были нюансы по разрешению зависимости я поэтому log старую предыдущую запись которая для демонстрации была создана переименовал в event item ну и если говорить про то что каждая фича своя папка то есть эндпоинты и есть definition и для начала давайте определимся с definition и так будет наверно правильно как вы помните в предыдущей версии там был файл для каждого регистрации был свой корс как я показал медиатор или там authentication здесь такой же принцип то есть все базовое запихнул в базовый файл и это теперь делается таким образом что одномоментно можно зарегистрировать и вап ну тот который вот в старой версии был и собственно граф сервис и это вынесено в отдельные папки регистрируется автоматически например если говорить про тот же самый ну например давайте сид для того чтобы зарегистрировать какие-то данные в базе ну смысле в базе данных да то есть наполните после первого создания я есть давайте вообще вот так вот сделаем есть а и микро сервис definition который грубо говоря повторяет тот самый интерфейс который был в старой версии то есть там есть микро сервисы там есть configuration старой версии у нас конфигура сервисов был такой помните наверное наверняка помните если нет откройте посмотрите еще там был из метод который называется конфигура но я его назвал конфигура аппликейшена конфигура сервисов и в одну проваливался об в котором мы подключали какие-то настройки в другом провалился сервисы с которым мы делали собственно говоря регистрации сервисов я вынес это в отдельный микросервис назвал микросервис definition создал базовый класс у которого есть реализация по умолчанию и от этого базового класса унаследовался и сделал оверальт create application и при создании application у меня будет регистрироваться ситы запитываться туда будут всякие данные как это работает все очень просто у меня есть базовая реализация она опять же тоже открыта и в экстеншене у меня это реализация то есть регистрация и где тут написано сервисов я вот definition и их использование то есть через application проходит в автоматическом режиме то есть все очень просто допустим я хочу корс я создаю файл наследуюсь от давайте вот так вот я создаю файл который называю корс микросервис definition наследует соответственно от микросервис definition пишу оверальт выбираем этот конфигуры сервисов получая сюда конфигуры сервисов и здесь делаю регистрацию корс ну то есть вот это вот все и все и больше собственно ничего не нужно дальше если мне нужно например mapping настроить у меня есть автоматер definition я его наследую собственно опять же от микросервис definition делаю оверальт и в нем делаю это автоматер то что раньше делали в файле стартап и делаю также проверку этого автоматера на при конфигурации приложения я прокидываю сюда тот самый configuration провайдер который связан с на с маппером и проверяю если develop я проверяю вас если нет тогда я компилирую лапинки то есть все то же самое что было в стартапе раскидано по файлам теперь это реализуется таким образом более того если мне автоматер не нужен как я сказал я вот эту папку удаляю и мне уже этот definition не будет зарегистрирован системе ну как собственно грей сидинг и корс и все остальное ну корс common он по умолчанию но все сводится к тому что это теперь раскидано по папкам и может быть копироваться например я подключаю юни-то-ворк опять же я создаю файл который называю юни-то-ворк микросервис definition наследует микросервис definition делаю оверальт и записываю что в сервисы добавить юни-то-ворк и название собственно говоря контекста и это работает из коробки регистрируется автоматически и дополнять ну например допустим я захочу сюда сделать дополнительную какую-то регистрацию ну например event handling у меня есть штука которая также как и те предыдущие называется микросервис definition унаследован от микросервис definition сделан оверальт в котором я делаю хендлинг экзепшенов реализуя их собственно говоря в джейсон чтобы можно было прочитать что написано прям в опи ответе и если мне этого не потребуется я вот эту папку удаляю и никакого хендлинга не будет будет дефолтное поведение тадан в общем все работает как мне кажется очень круто я так я думаю что вы знаете такое реализован по такому же принципу в общем чтобы не вдаваться в подробности все вот эти definition они настраивают приложение то есть это микросервис definition который определяет его работу включая или выключая те или иные штуки в том числе и identity да для identity появилось гораздо побольше этих классов но тем не менее они лежат в одной папке и теоретически я не пробовал если честно но удалить идентификацию вообще наверное нельзя потому что сервис должен быть защищен но если не должен защищен удаляется папка удаляются некоторые там namespace и все и здесь тот же самый есть definition который в общем-то определяет и настройки identity сервера ну вот если вот так вот говорите настройки identity option а здесь у нас подключается store ну все то же самое что и было ранее устанавливается identity user store куда его складывать дефолтные провайдеры дальше здесь есть identity сервер есть его полисе все настройки подключается система проверки ролей включается авторизация тогда все работает из коробки ну и опять же во второй части я сделал второй а верает который configure application здесь все корс устанавливается в правильной последовательности вот эти вот три метода должны стоять чтобы заработал идентификация напоминаю что именно такой правильный вариант и подключая дополнительно user identity helper который позволяет получить пользователя ну и достучаться до его профиля до его клаймсов в общем я думаю что эта штука на самом деле очень крутая что касается настроек это мне очень понравилось этот minimal api работает круто что касается endpoints она сделана по такому же принципу то есть есть а и and point definition который также имеет конфигура и application и конфигура сервиса имеет те же самые штуки то есть работает и настраивается таким же образом есть дефолтная его реализация которая с виртуалами но в смысле который можно верайдить и есть extension который пробегается по всем найденным реализациям и зарегистрирует его автоматически в вашем приложении то есть дополнительных действий не нужно делать кроме того что происходит вот в этом это вот в этих методах и собственно говоря вот в этих безусловно вы можете накидывать сюда какие-то штуки вот здесь вот к сервер то есть и вот в этом промежутке что-то вставить но если есть желание придерживаться эстетической точки развития да то есть какую-то эстетику красоту иметь так сказать то можно использовать вот эти вот definition ну и в общем то что здесь сделано во-первых свагер он идет как отдельный x end point потому что он реально отдельный end point давайте я запущу покажу что действительно там есть так ну вот запустился этот кто-то для swagger открыл так вот я сейчас как раз свагеры смотрю это отдельный end point и грубо говоря если он мне не нужен то я просто бахну эту папку и у меня не будет свагера ну например при публикации на продакшн да ну как вариант ну и собственно здесь опять есть какие-то примеры использования кода и они работают по такому же принципу объединяя в определенные собственно говоря элементы давайте переключимся на какой-нибудь ну то есть что касается свагера тот же самый end point definition есть конфигура application где задается все то что раньше задавалось в стартапе здесь есть конфигуры сервисы где настраивается тот же самый свагер интерфейс хендер вот этих самых групповых папок в общем все то же самое если мне опять повторюсь если мне не нужен свагер на продакшн я просто не буду эту папку загружать или сделаю if development и не будет она загружаться в общем я думаю кажется все это очень просто если касается event item да то есть та сущность которая заменила сущность лог то есть для теста она была сделана здесь тоже все очень просто и так есть у нас event item end points в котором ну на самом деле это самая интересная штука и так endpoint definition вот давайте я тоже покажу еще раз он реализует себе из интерфейса configure application и configure services то есть я при загрузке например при реализации event item то есть это раньше логами было я сделал регистрацию в аппликейшене тех самых end point of которые меня будут использоваться то есть в моем приложении еще раз я вот в этом месте то есть override сделал аппликейшена у меня получил сюда аппликейшен и в этом аппликейшене добавил регистрацию вот этих вот map то есть маппинг методов сделал у меня есть get by id get пейджет в смысле пост ну то есть как как все раньше было то есть все они тут есть а их конкретная реализация написано ниже и она вообще находится ну например в private режиме да если говорить про get log by id то это медиатор ой это медиатор это handler это описание фичи в какую папку его положить в какую группу его положить это авторизация возвращаемой штуки и таким образом получается что у меня вот эти вот все методы как вы видите они все лежат в одной папке и я могу вот этим логом вот этим вот ну даже не логом event айтемами управлять нужно мне удалил не нужно добавил то есть гибкость ну просто обалденная на мой взгляд опять же хочу и могу с вами поспорить что это просто работает грубо говоря из коробки а все вот эти методы они лежат уже дальше то есть вот у меня есть query и здесь есть у меня delete тот самый теоретически его можно было бы тоже сюда положить но я разделил да то есть вот где тут delete вот он delete delete item request вот он этот файл и в нем есть хендлер ну то есть query request грубо говоря и его хендлер это вот медиатор тут голяк можно вот эту вынести в отдельную сборку и шарить ее между проектами в том числе кроссплатформенными штуками так давайте остановлю проект еще раз на endpoint definition у меня каждый из definition of лежит своей группе например я могу сказать что это у меня кто это get by id давайте я напишу здесь read вот так вот сделаю это чё у нас это дилит но это уже не лет давайте сделаем какой-нибудь для примера как это работает что там рид и в райд давайте вот так и здесь у меня здесь у меня лог get пейджет это соответственно read а вот эти две это пост и тут тоже на в райд то есть у меня будет теперь три папки в общем во первых формировать интерфейс для опять же для тех кто будет использовать вашей 5 у вас появляется гибкость но и выдавать интерфейс в зависимости от ролей я тоже думал смотрите read event right все мне кажется очень красиво да давайте я все по отменяю пусть они все лежат в одной папке и ну и в общем то надо сказать что тут же есть папка в модулов они все связаны в одной куче теоретически это все может быть в одном файле но я подумал что это будет более красиво тем более что хендлеры могут использоваться ну в общем то и как бы без использования инпоинтов но это уже как бы другая песня если говорить про профайл то тут же та же самая песня есть профайл mapper которым связка она тоже не привязана к конкретной платформе это может быть кроссплатформенная штукой dpf будет один и тот же маппер работать и на sp.netcore будет тот же маппер есть профайл валидатор который теперь отвязан от системы а sp.netcore в которой есть своя система в смысле валидации есть отдельная сборка, которая Fluid Validation, она не привязана к конкретной платформе и дает более гибкие настройки по выводу уведомлений ну и в общем использоваться это стало гораздо проще ну и как я говорил, есть самый главный профайл Endpoint Definition, который наследник от Definition и надо сказать, что в сервисы я регистрирую аккаунт iAccountService то есть я, если говорить давайте покажу еще раз если говорить про Event Item то здесь только один Configure Application и я создаю просто мапы, а если говорить про непосредственно профайл, то я здесь два оверайта вот один, я в нем регистрирую аккаунт сервис, то есть все в одном месте, все в куче, то есть для работы вот этой штуки мне нужен iAccountService я к нему имею доступ, и я здесь же делаю оверайт второй тут сервисы, тут application, вот я их создаю вот для каждого из сервисов можно настроить через атрибуты где, в какой штуке она лежит и какой, собственно говоря, метод как вы видите, использует все, устал говорить давайте вернемся в презентацию итак, что у нас там дальше а у нас дальше и следующим слайдом, ага, я вынужден с вами попрощаться еще раз, друзья, я говорю, что вот этот minimal API на самом деле бомба управления когда у вас один микросервис, это очень хорошо то есть вам не нужно шарить какой-то функционал между микросервисами в первую очередь, что делает простота вот этот minimal API это то, что можно конкретные файлы просто туго перекидывать и все будет работать, грубо говоря, из коробки опять же, это не значит, что так нужно делать но тем не менее, если вам это потребуется это будет работать на ура так, я с вами прощаюсь я очень жду от вас откликов в комментариях по поводу того какой фреймворк лучше full или minimal какой вы будете использовать какой следует оставить навсегда и продолжать его развитие и все, пишите правильный код и все, пишите правильный код